Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Сейчас мы в очень необычном месте, на танковом полигоне Drive Tanks. Это понятно, потому что сзади меня танк. Сегодня мы наконец снимаем видео, которое я хотел снять очень давно, но только сейчас у меня есть все необходимое для этого. Немецкие автоматы и пулеметы времен Второй мировой войны. Поэтому-то я держу в руках МП-40. Это неплохой образец для начала. Вы, вероятно, видели его во многих фильмах и встречали в книгах, которые описывали очень печальные события. Мы многое с чего постреляем сегодня, так что давайте начнем. Как я и говорил, сначала будет МП-40. 9-мм пистолет-пулемет. Давайте зажжем. Свободный затвор. Он такой послушный, просто как швейная машинка. Отличный, неторопливый темп стрельбы. Из него очень приятно стрелять. Прощай, дорогуша! МП-40 это очень известный и очень крутой пистолет-пулемет. Это здорово. Но мне нравится вот это. Во время войны появлялось много новых видов стрелкового вооружения. И это, по моему глубокому убеждению, вершина оружейного мастерства у Гошмайсера. Это штурмгевер. По сути, это прадедушка всех современных штурмовых винтовок. Как вы видите, он имеет множество признаков современных штурмовых винтовок. Центральное расположение магазина, пистолетная рукоять, переводчик автоматического огня. Это, по сути, первый полноценный автомат. Это здорово, это очень круто. Я еще никогда не стрелял из такого, и мне уже не терпится. Здесь применен вертикально скользящий затвор. Вы можете видеть, как отпирается затвор в тот момент, когда затворная рама отходит назад. Почти как на АК, мы это еще обсудим. Но это не АК, черт побери. Я могу сделать целое видео об этом. Не сейчас, конечно, но если вы захотите это увидеть, то я сделаю. Как на АК, здесь есть газовая камера. Длинный газовый поршень с затворной рамой отводят затвор назад. Размыкают замок затвора в его задней части. Затвор из затворной рамы отходят в крайнее заднее положение, взводят курок. Затвор забирает новый патрон из магазина, вставляет его в патронник, и после этого вы готовы стрелять до тех пор, пока патроны не кончатся. А это именно то, что я хочу сделать прямо сейчас. Это будет иметь почти религиозный смысл для меня. Я в первый раз в жизни стреляю из этого оружия, поэтому постараюсь быть очень аккуратным. А, ткатш-автомат. Давай, детка, за родное отечество. Да, отечество в тебе очень разочаровано. Ну, вот так другое дело. Умница! Определенно, штурмгевер — это очень крутое оружие. Это весомая часть истории, так же, как и МП-40. Но иногда, когда нужно выложиться на полную, вам могут понадобиться немного более крупные яйца. Ну, или барабанный магазин. А вот сейчас мы переходим к той части, которая, я думаю, будет моей самой любимой. А именно, немецкие ручные пулеметы. И начнем мы, конечно же, с MJ-15. Итак, MJ-15 — это, по сути, дедушка всех немецких ручных пулеметов времен Второй мировой войны. Таких, как MJ-34 и MJ-42. Итак, здесь у нас свободный затвор. Ручной пулемет калибра 8 мм Маузер. И сейчас я попытаюсь его зарядить. Я никогда не сталкивался с таким видом оружия ранее. Круто, очень удобно запирается. Знакомый звук. Защелкиваем фиксатор на магазине. Ну что, я думаю, все готово. Зажжем. Охренеть, как эта штука быстро стреляет. Так, что-то больше не хочет стрелять. Тут выяснилось, что MJ-15 не любит, когда с ней шутки шутят. Ну или мозги ебут, как говорят в 2020-м. Но тут ничего не поделаешь. Надо привыкать. Три, два, один. Круто. А, гильзы охренеть, какие горячие. Три, два, один. Блин, еще один ожог. Отличная штука, когда работает. Врать не буду, было очень круто. Ну а теперь мы рассмотрим MJ-34. Именно из этого образца мы сегодня пострелять не сможем. Он хоть и построен из настоящих запасных частей MJ-34, но ствольная коробка здесь не настоящая. Так что не самая хорошая идея пытаться из него стрелять. Ну, раз уж... Раз уж мы здесь... У нас есть еще один пулемет, но вот он немного больше, чем эти два. Наверное, вы уже догадались, что я имею в виду. Барабанщик, можно мне барабанную дробь, пожалуйста? MJ-42. Бензопила Гитлера и, по моему скромному и совсем не информативному мнению, король всех пулеметов Второй мировой войны. Я не могу нахрен дождаться, чтобы пострелять из него. Одна из крутых особенностей на MJ-42, которая выгодно отличает его от предшественников, это то, что если вы за раз вложили слишком много ненависти в стрельбу, и ствол будет очень горячий, у вас есть выход из этой ситуации. Просто взять и поменять ствол. Вынуть его через это отверстие, и потом вставить так же. Здесь есть небольшая проточка. И вот и все. Захлопнули. В идеале, конечно, не надо ставить обратно горячий ствол, который вы сняли. Лучше вынуть горячий и вставить обратно другой холодный. Ну, этот же не горячий. Мы вставили обратно холодный ствол, потому что он не горячий. У этого пулемета ленточное питание, и чтобы зарядить его, мне нужно поднять крышку ствольной коробки. Вставить ленту. Закрываем. И все, теперь мы готовы к стрельбе. Ну что, давайте постреляем. Три, два, один. Пизда, мишени. Это было охрененно. Он всю мишень пулями накрывает. Блин, у меня аж кияйцем кровь хлынула. В любом случае, парни, спасибо вам за просмотр этого видео. Если вы хотите видеть еще подобные ролики, либо ролики про что-то конкретное, тогда мы можем приехать сюда еще раз и рассмотреть какое-нибудь оружие более подробно. По правде сказать, я сейчас в раю. Мы тут еще с парнями постреляем. Огромное спасибо команде полигона Драйв Тэнкс. Все это просто великолепно. А, да, увидимся с вами, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующих видео. Спасибо. Бля, как же круто. Да, я думаю, не стоит класть большой палец прямо на газовую трубку. Это плохая идея. Это же автомат. Старый автомат. Может, со вторым магазином нам больше повезет. Да, хреновое начало.